Доброе ранец, Беларусь! Доброе утро, страна! Продолжаем прямой эфир. У нас с вами сегодня очень интересная тема будет разговора. Долгие зимние месяцы, вот, кстати, еще смотрите, март добавился к нам в такой бонусный подарок, не очень хорошо сказались на нашей коже. Она у нас стала практически бесцветная, серая, я бы так сказала, наверное, с раздражениями, с высыпаниями. У всех много проблем, потому что воздух не очень хороший в помещениях сухой, витаминов нам с вами не хватает всем. Так вот, как с этим бороться, как привести нашу кожу в идеальный вид и на чем базируется уход за ней именно ранней весной, и мы с вами сегодня узнаем у косметико-медицинского центра Любови Соколовой. Доброе утро! Доброе утро! Должна займитесь потрясающе выглядеть, не знаю, на вас, наверное, зима никаким образом не сказывается. Спасибо, очень приятно! Выглядите прекрасно. Послушайте, ну, все наши женщины, конечно же, в ожидании полноценного тепла, и как только появляются первые лучики солнца, мы с полной готовностью вот открываем окошки, улыбаемся, можно ли вот так опрометчиво сразу подставлять свое лицо и свою кожу ультрафиолетовым лучам? Не опасно ли? Вопрос опасно, именно опрометчиво подставлять лицо солнце. Просто ведь мы думаем, еще оно не греет, да, не так, как летом, поэтому возможно вот так просто-напросто греться, а на самом деле? А на самом деле очень много опасностей стоит в себе первый ультрафиолет, и самый опасный он именно весенний. Мы привыкли использовать кремы с SPF-фактором, когда мы уезжаем на море, да, или выезжаем за город, когда у нас высокая температура, это как минимум там июнь, июль месяц, то есть это обязательно мы делаем. А на самом деле высокий ультрафиолет, который ведет к устойчивой пигментации, начинается вот уже с первых весенних лучиков, это март-апрель месяц. Ничего, и так а чем же тогда спасаться? Крем? Крем с SPF-фактором и достаточно высоким, что тоже для нас, для многих удивительно. Достаточно высокий, это какое число, так вот, ради детей? Это как минимум 30, даже для жителей мегаполиса, хотя мы привыкли к тому, что 30 или 50 мы используем только на юге, да? Ну ничего себе, пришла весна, мы с вами, друзья, еще в шапках. На самом деле на улицу выходим, но между тем о креме уже не забываем. А если не крем, то чем еще можно спасаться от ультрафиолетовых лучей? От пигментации, от веснушек, есть какое-то еще спасение? Да, есть спасение, если говорить о процедурах профессиональных, может быть, вы говорите об отбеливании? Да, ну об этом тоже, да. И о химических пилингах, но об этом нужно позаботиться заранее. Мы их выполняем всегда в осенне-зимний период, а с наступлением вот этого самого солнышка, ласкового, но уже немного более опасного для людей, для кожи, склонной к пигментации, наоборот, нужно любые кислотные препараты убрать уже в сторону. Поэтому химические пилинги, косметику с кислотами, дневные и ночные кремы с кислотой мы используем только осенью и зимой, а весна и лето – это защита. Прекрасно, но весна ведь тоже кожу нужно увлажнять, да не так, наверное, как зимой, иначе. А какой вот мы обычно используем крем зимой? Питательный, да? Да, более жирный, то есть крема, который содержит липиды, больше липидов. А весной и летом мы меняем составы наших кремов. А весна, это вот, в смысле, она, если не календарь, это зависит от какого-то температурного режима. То есть у нас был питательный крем, а сейчас при какой температуре, например, за нашим окошком мы должны переключаться на другой состав крема? При плюсовой. То есть минусовая температура не позволяет нам использовать кремы легкой текстурой. То есть увлажнение зимой необходимо, но мы его оставляем в таком случае на вечер, на ночь мы меняем, да? То есть зимой мы на день наносили более плотные питательные кремы, а весной при плюсовой температуре мы выходим уже с увлажняющим кремом, либо сывороткой, либо гелем, но это весна-лето и уже относительно теплая погода, как минимум должно быть уже для гелей это уже и 10, и 15 градусов. Но увлажняющие кремы это могут быть уже плюс 5. Но ведь существуют разные типы кожи, и бывает ли такая ситуация, что такой же питательный крем необходим и весной для какого-то типа кожи? Для сухого типа кожи. То есть сухая кожа, дерма, она всегда у них требует больше питания, так же, как и влаги, но и очень много питания. Поэтому не исключаем для сухой кожи питательные кремы, как ночные, и дневные могут быть более плотными, кстати, с более высоким СПФ. Вот я почему-то уверена, что многие наши телезрительницы почему-то, мне так вот кажется, что все-таки не разделяют дневной крем и ночной крем. А есть ли разница на самом деле? Есть ли смысл пользоваться дневным, отдельным кремом, отдельным ночным? Да, обязательно разница. Во-первых, дневные кремы, ну, допустим, возьмем нормальную, среднюю, комбинированную, смешанную кожу. Это чаще всего увлажнение, наделенное СПФом. Или для сухой кожи более плотные дневные кремы, опять-таки, с СПФом. Они могут содержать в себе разные составы, компоненты, витамины, и также обладать еще и лифтинг-эффектом. А ночные кремы, они что для сухой, что для комбинированной кожи, они могут быть чуть более плотные, но самая главная их задача – это регенерация, восстановление вашей кожи, когда вы спите и отдыхаете. Ах, вот как, вот хитрости какие у нас. Скажите, а чем еще можно увлажнить кожу, если это не крем? Ну, самое главное – это вода, которую мы должны весной и летом употреблять гораздо больше, не менее двух литров. А также существуют термальные спреи, наверное, вы знакомы с ними, да? Да, это, конечно, очень неприятная процедура и полезная. Очень приятная, полезная. Опять-таки, барышни могут использовать ее как под макияж, так же, как и на макияж, освежить его. Поэтому это даже приятно. А можно ли правильным питанием каким-то образом повлиять на внешний вид кожи? Обязательно. Потому что сейчас весной, как вы уже сказали, наша кожа, наш организм, в частности, испытывает большой витаминоз. То есть нам не хватает витаминоз А, Е, С, группы В, В1, В2, В6, В12, никотиновой кислоты. Поэтому очень необходимо разнообразить наш рацион питания, в который включаем, естественно, овощи, фрукты, зелень, всевозможные салаты. И опять-таки, что нам необходимо? Омега-3. Это правда. Которые могут содержаться в жирных сортах рыбы, в маслах. А я вот еще последний вопрос такой хочу задать. А вот огуречные маски, например, помогают весной? Это для любителей, вот, например, такой домашней косметологии, как я? Вы любите? Ну, возможно, иногда, мне кажется, не помогает. Как делали наши бабушки, ну почему бы и нет, если вы знаете, как произрастал этот огурчик, и что не поливали его химическими составами. Может быть, тогда я буду за. Но опять-таки, в принципе, если посоветовать любительницам домашних масок, то, наверное, я бы сказала, для сухой кожи это кисломолочные продукты. Да, творог, может быть, сметана, овсяные хлопья, туда добавить немножечко меда, несколько капель оливкового масла. Ну, какие познания. Значит, вы тоже все-таки используете иногда, да? Давайте будем откровенными. Иногда. Это правда. Спасибо огромное, друзья. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была потрясающе красивая женщина, косметика медицинского центра Любовь Соколова. Вот, очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо.